Вот, какая красота цветет сейчас. Колокольчики. Ой, такие прям нежные, красивые. Они, видимо, медоносы. Вот у них кто-то сидит тут. Шмель. Всем привет. Сегодня 9 июля, 24 год. Приехала в свой ближний ельник, тот который рядом с городом Нарфаминск, проверить, что есть. Сегодня я одна. Муж сказал, что нормальные люди в такой уже в жару сидят дома. Вот. Ну, а мне надо в лес. Поэтому пойду проверять, вдруг чего выросла. Хотя надежды мало, конечно. Первое, что меня тут встречает, это прям поляны валуев. Ну, и такие точечные лисички. Прям микроскопические. А валуи прям колосятся. Прям их много. Всякие. И взрослые, и невзрослые. Вот маленькие кулачки. Так что любителям соленых валуев тут сейчас вот прям есть чем заняться. Я их солила, квасила. Мне не понравилось. Ни на вкус, ни на запах. Это вот скрипица. Скрипица, грусть войлочный. Ух и комаров. Мама дорогая. О, еще какие. Вот таких много прям валуев. О, пипки какие. Самый такой засолочный размер. Липкие, свежие. Вот. Но мне не надо. Вот прям заходи и собирай. Прям полно. В лесу совсем грустно. Нет ничего, кроме вот таких вот. И где встречаются лисички. Совсем засохшие. Сухие такие. Мне кажется, вот эти маленькие они и не вырастут. Много прям малюсеньких. Вот. Такой вот грустный ельник, когда нет грибов. Вот. Попался серо-розовый мухоморчик. Нога, конечно, негодная. Сейчас посмотрю на шляпку. Вот. Вообще, мой чудо-зельничек. На паузе. Нет грибов. Абсолютно. Вот. Еще один стоит. Красавец. Большой. Вот этот гриб еще растет. Сейчас много его. Называется подгруздок. Чернейший. Такой, как грусть. Но это не грусть. Сухой грусть его еще называют. Он сладкий. Его не надо вымачивать. Вот. Если, конечно, повезет найти нечервивый. Очень его любят животные. Вот. Вот еще он же. Такой на вид. Страшненький, конечно. Вот еще какая находочка. Гнездо. Интересно. Вот, наверное, отсюда упала с этих деревьев. Находила я весной. Гнездо с птенцами. Сейчас покажу. Я гнездо нашла. Сейчас посмотрю, что здесь. Ой, какие маленькие. Ну, это, наверное, уже старое гнездо. Они уже выросли. Они, наверное, сбросили за ненадобностью. В корзинке вот так. Совсем чуть-чуть. Поеду еще одно местечко проверю. В общем, в ельнике ничего существенного. Кроме волоев. Пойду лиственное место проверю. Это аисты. Я насчитала, по-моему, 10 штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь или даже двенадцать. Вот здесь они у нас живут. В районе деревни Слепушкино. Большие горки. Вот. Здесь они вот гуляют. Я просто в шоке, как их много. Переехала я в другой лес. Тут преобладание березы, дуба, орешник. Вот. Здесь растут сетчатые белые. Не уверена, что они сейчас есть. По крайней мере, есть лисички. Лисичка белая здесь растет. Сейчас надо быстренько собрать. И пора уже ехать. Вот. Лисичку посолю. Есть у меня экспресс рецепт, как быстро поквасить грибочки. Сегодня благородных нету. Только вот такие пластинчатые. Они себя хорошо ведут в закваске. Так что сделаем. Кто-то их поел. В общем, несколько лисичек на входе. И вот перечные грузди. Только-только они появились. Здесь. Обычно их тут поляна и поля. Но, собственно, больше ничего чего-то нету. Жалко. Не знаю даже, походить еще или уже даймо ехать. Вот так сегодня. Совсем скромно. В корзине. Наверное, получится посолить только маленькую баночку. Вот. В общем, затисли пока в лесу. Ничего. Впереди еще много интересного. Всем полных корзин. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok